На ежегодную Донскую православную выставку очередь выстроилась за несколько часов до открытия. И ожидания верующих не пугает. Чтобы увидеть редкие иконы, привезенные из отдаленных уголков России и Европы, билеты покупали за несколько недель. Да, у нас уже все есть на руках, так что мы обязательно дождемся. Больше двух сотен храмов, церквей и монастырей привезли освященные экспонаты. Лики, кресты, образцы икон, книги и даже сладости и лечебные травы. Многое сделано руками самих церковных мастеров. Например, монахи святого Афона для изготовления священных чёток собирают плоды кустарника, выращенного на Святой горе. Существует даже поверье, что эти чётки не дадут забыть о молитве. Чётки – это традиционное изделие монахов. В монастырях их изготавливают ручную, творят Иисусову молитву и изготавливают чётки. А чётки, в свою очередь, также предназначены для того, чтобы творить Иисусову молитву, непрестанно творить Иисусову молитву. Для многих верующих выставка – это ещё и возможность увидеть и помолиться возле редких икон. Старинный образ святого Николая служит прихожанам маленького храма на Украине уже более шести сотен лет. Старожилы рассказывают, сила иконы чудотворна. И есть примеры исцеления от тяжёлых недугов. Они наши путеводители по жизни. То есть это вот то, что нам дают намоленные, старинные, древние, чудотворные иконы. Это то, почему совершаются чудеса. Донские рукодельницы представили отдельную экспозицию по церковному шитью. Мастерицы расшивают облачение священнослужителей уникальной техникой. В мире аналогов нет. Её хранят уже несколько веков. Впервые на православной выставке золотошвейное искусство. Среди экспонатов есть и древнейшие. Вот, например, эту филой носили батюшки в 17 веке. Её реставрировали в точности того времени. А по соседству располагается современное одеяние. Вот так, например, выглядит облачение главы Донской митрополии. Святыни и атрибутика храмов пробудут в Донской столице ещё пять дней. А в следующем году организаторы планируют расширить выставку и добавить побольше исторических экспонатов. Анастасия Дементьева, Юрий Санкин, Южный регион.Инфо.